Привет, друзья! Рад видеть вас у себя на канале о здоровье, тренировках и жизни. Не ради хайпа я такое название придумал этому видосу. Я действительно чуть не ослеп на один глаз. Вот такая фигняшечка со мной произошла. Возможно, своим опытом я вам расскажу, что нужно делать, чтобы с вами такая фигня не произошла. Потому что вероятность реально огромная. Так, с самого рождения у меня есть герпес, который мне еще по наследству передался. И он иногда, где-то раз в году, раз в два года, вылазит наружу. В основном это происходит на губах. В принципе, больше нигде никогда у меня не было, кроме как на губах. Это очень распространенное явление. Около 80-70 где-то процентов населения или его переносит этот вирус, или прям вот не просто носители, а у них еще и проявляется этот вирус. То есть вероятность, что он у вас есть колоссальная. Скорее всего, он у вас есть. Но то, что он проявляется или не проявляется, зависит от некоторых факторов. Если эта тема интересна, потому что я реально мог ослепнуть на один глаз, из-за герпеса вирус, из-за герпеса. Но зная определенные вещи, вы можете избежать такого риска серьезного, как потеря зрения. Вот, например, как у меня произошло это. Ну, как видите, с моим глазом все в порядке, я отлично вижу. Это будет интересное видео, я надеюсь. Погнали. Заражение вирусом герпеса происходит в основном до 30 лет. Скорее всего, даже происходит в детстве. Если до 30 лет у вас еще ни разу не проявились эти такие моменты, как герпес, то что это такое вообще? Это когда у вас на губах появляются волдыри, да? Такие, как пузырчики маленькие. И они сначала начинаются с зуда, потом проявляются волдыри, и потом это становится корочкой. Все это происходит где-то за неделю-две, проходит. Если у вас ни разу такого не было, то, скорее всего, вы можете быть носителем вируса, но у вас он больше проявляться никогда не будет вообще. Если не проявился уже, то, скорее всего, уже не проявится. А почему? Потому что этот вирус, если у вас не проявился до 30 лет, то уже к нему, скорее всего, у вас есть антитела, которые выработались в организме. Так вот, смотрите, ребятушки, этот вирус герпеса, он довольно коварен. Его существует около 100 видов, и 8 видов могут поражать человека. 8 видов герпеса. В основном, и в этом видео будет идти речь о герпесе вида типа 1, потому что есть другой, например, герпес вируса типа 2, который называется еще генитальным герпесом, который проявляется у вас на половых органах. Это очень болючая хрена, я так думаю. Я не знаю, у меня-то, слава богу, никогда не было. Но это тоже часто распространенная вещь, и она действительно может серьезные неудобства предоставлять. Вирус герпеса может быть очень опасным, прям очень опасным. То есть потеря зрения, это может быть еще мелочью. Да, я не хочу звучать краски, но реально, ребята, это риск очень огромный. Теперь давайте рассмотрим, что вообще произошло со мной. Никогда в жизни у меня не было вируса герпеса на глазу. Никогда в жизни. Я сидел на работе, что-то там кодил себе, да. Занимался обычно своей работой. И вот как-то под работу, одну рукой начал тереть свой глаз. То есть, видимо, я сидел долго за компьютером, да. Глаз начал напрягся, я решил вот таким образом потереть. Я это сделал механически, автоматически, даже не заметил особо. Но так сильно потер, что, видимо, что-то повредил там в коже просто. Так вот, вирус герпеса любит, когда есть какое-то повреждение эпителия. То есть, в вашей ткани, которая, например, на губах, она может быть на любой слизистой. То есть, он поражает всегда слизистую оболочку. Слизистые губы, глаза, эпителии, которые могут быть в носу. Это могут быть ваши половые органы. Это может быть даже мозг. Об этом я расскажу дальше, ребята. Так вот, смотрите, я потер глаз и, видимо, что-то повредил там. Возможно, даже какую-то инфекцию с рук занес кто-то в глаз, да. То есть, воспаления особого не было. Был просто как, ну, знаете, как покраснение какое-то было на глазу. Прямо практически сразу же. На следующий день я просыпаюсь, и у меня прям зуд уже на глазу. Повторяюсь, у меня никогда в жизни не было герпеса на глазу. Никогда в жизни. Все началось с зуда, такое легкое покраснение в этой области. Я особо не придал значения, потому что, ну, проскочила мысль, что это герпес. Потому что, когда у тебя он есть иногда, да, то ты знаешь уже эти ощущения, ты уже ничем их не спутаешь. Я так подумал, что, возможно, это он. Но как-то быстро собрался на работу, убежал и вот не заморочился особо этим. Но на следующий день все стало очевидно. Когда появились уже на глазу, на самой коже, да, я в этом видео покажу вам, появились пузырьки, стало очевидно, что это герпес. И я понял, что если на глазу, интуитивно понял, что надо что-то с этим делать срочно. Потому что глаз очень близко, да. И что я сделал? Я пошел к врачу, я пошел к окулисту. Уже седьмой день, уже опухлость глаза прошла. Теперь осталась только корочка, которая должна отвалиться. То есть, по сути, глаз уже выздоровел, но рана должна до конца зажить. Сейчас это выглядит вот так. I'm sexy and I know it. И тут эта корочка должна отпасть в ближайшие дни. Взял выходной на работе и к дерматологу, так как окулист меня направил еще к дерматологу. Они посмотрели, сказали, что в роговице все окей. То есть, на самом глазу ничего не было, было только на коже. И я это и хотел от них услышать, чтобы там не было никакого вируса. То есть, они посмотрели внимательно. И я вам очень рекомендую пойти к окулисту, если у вас герпес на глазу. Никакого самолечения. Моментально, быстро, как только у вас первые ощущения, первые признаки, бегите в врачу. Прямо бегите, занимайтесь своим глазом. Что мне сделал окулист? Посмотрел мой глаз, проверил мое зрение. Слово я читаю даже первую строчку у окулиста. То есть, не третью, которую мне советуют посчитать, а первую. Это не из-за дальнозоркости. Хотя я айтишник, у меня не посажено зрение. У меня очень хорошее зрение. И как бы не очень хотелось терять один глаз. Ну, вообще не прикольно. Я хочу, чтобы два глаза было. Что делать, чтобы было такое хорошее зрение? Я когда-нибудь запишу вам видео. Есть целые методики, которые отлично работают. Я практикую уже много лет это все. Чтобы зрение не посадить. Потому что я работаю айтишником, и это очень высока вероятность посадить свое зрение. Так вот, окулист посмотрел на мой глаз. Мне прописали антивирусное внутрь против герпеса и мази, которыми мазать нужно было сам глаз сверху уже. В течение одной недели. То есть, лечить его нужно не только снаружи, но и изнутри. Это критически важно, чтобы вы понимали. Поэтому никакого самолечения, вы не знаете, какие таблетки вам нужны. Дерматолог еще одобрил эти таблетки. Еще раз посмотрел на мой глаз, убедилась, что это действительно герпес. Это был второй день. И мы, собственно, приступили к лечению антивирусным препаратами. Смотрите, в основном лечит ацикловиром, препаратом. Как и мазь, тоже может быть ацик. Ацик – это от слова ацикловир. Это действительно работающая штука, это работающее вещество против герпеса, вируса. То есть, оно его не убивает полностью, просто угнетает. Действует на сам вирус герпеса, и он, собственно говоря, у вас угнетает, и опять в спящую фазу переходит. Он так может спать годами просто у вас. И вообще никак не отражается на вашем организме. Но мне назначили другой препарат, который более мощный, гораздо более мощный, чем ацикловир. И это отлично, потому что буквально сразу же начал прогресс уже проходить. Вот спадать краснота, и уже начало заживление. Раночки такие появились, коричневые корочки на глазу, которые ни в коем случае нельзя сдирать. Когда у вас уже корочка на глазу, вы уже не заразны. Вы заразны только в момент, когда у вас есть волдыри на глазу. Вот эти вот пузырьки маленькие такие. Вот только в этот момент вы заразны для других людей. То есть, пользуйтесь своим полотенцем. Не трогайте глаза руками или там на губах, где у вас появился. Никого не трогайте, людей не трогайте вокруг. Полная изоляция, вот как будто вы, не знаю, там заболели чем-то, что передается при рукопожатии. То есть, вы не должны контактировать с кем-либо. Одно полотенце свое, если трогаете глаз, тут же помыли руки, чтобы вы, во-первых, сами себе никуда не занесли этот вирус еще. В другой глаз, например. Или же вообще на другую часть тела. И чтобы они заразили других. Это очень обязательный фактор. Так вот, когда у вас уже корочки на глазу, такие коричневые корочки, это означает, что вы уже никому не заразны, вы не опасны абсолютно для своих родных. Их не нужно сдирать, потому что, если вы сдираете, может остаться у вас просто шрам на лице. Это не очень приятно, да. Допустим, мужику там по барабану, но для девчонок, допустим, не очень, да, красиво. Да и мужикам зачем лишние шрамы на коже нафиг надо. Смотрите, к слову, например, у меня, у моей мамы тоже всю жизнь есть вирус герпеса. Но у моего отца никогда его не было вообще в жизни ни разу. Но у нее на губах постоянно проявляется или на носу. Она так подозревает, что она, наверное, с рождения мне, в общем-то, и передала, да. То есть у моего отца всю жизнь у него не было никакого вируса. Скорее всего, он у него есть внутри в организме, но он ни разу никогда не проявлялся. Вообще, когда проявляется, собственно говоря, этот вирус? Он проявляется, когда у вас идет ослабленный иммунитет. То есть у вас, например, это не говорит о том, что у вас иммунитет вообще посажен полностью в хлам, в дрова, и у вас уже просто нет иммунитета. Нет, это говорит, что иммунитет просто снижен. И это означает, что раз он снижен, то его нужно вам срочно повышать. Тем самым, как бы герпес, если у вас есть в организме, вы, в принципе, всегда можете понимать, что у вас есть снижение иммунитета, если он у вас вылез. И это не означает, что вы еще заболеете гриппом или простудой какой-то. Нет. Он может снизиться по разным причинам. Недосыпание какое-то, просто излишние тренировки были, если вы там тренируетесь, как я, допустим. Разные факторы. И он может просто проявиться при сниженном иммунитете. Вы просто идете и тут же повышаете иммунитет. Что значит повышать иммунитет? Во-первых, повышать иммунитет – это целая наука. Серьезно. Это не так все просто, как вы думаете. У меня есть на канале, аж два видео записал на эту тему. Посмотрите, как поднять иммунитет. Первое, что нужно делать скорой помощи, вообще, это ваш витамин. Если у вас есть герпес, как у меня. То есть это витамин С. Но его нужно использовать не витаминки, вот эти маленькие, которые там 50-миллиграммовые. Вам нужно 500 миллиграмм таблетки. То есть 500 миллиграмм таблетки. Понимаете, о чем я говорю? Вы можете доводить до одного, до двух, даже до трех граммов в день. Если у вас проявляется герпес, то в этот день можете в таких дозах витамин С употреблять. Я, например, использую где-то по грамму витамина С в день. То есть это две такие таблетки по 500 миллиграмм. Это ваш витамин, это мой витамин. Точно, я его ем каждый день вообще. Но как раз в этот период я не использовал витамин С. И у меня появилась вот такая штука неприятная на глазу. Такая может быть профилактика. То есть это означает, что иммунитет просто снижен. Но его можно сейчас быстренько поднять и не довести до какого-то серьезного снижения, чтобы не появилась какая-то простуда или вообще грипп. Вы подходили где-то в метро. Запомните, если у вас здоровый иммунитет, вы никогда не цепляете ничего вокруг. Ни грипп, ни простуды, ничего. Крепкий иммунитет способен все это перебороть. Поэтому просто следите за своим иммунитетом. И для вас это как, знаете, индикаторная бумажка. Если у вас есть герпес в организме, это в принципе... Ну я смотрю просто позитивом всегда на все вещи. Но он у меня же есть, все, я с этим ничего не могу сделать. Наука сейчас вылечить его не может. Нет лекарств против герпеса, он неизлечим. Он сидит в нервных клетках, в нервных окончаниях, в самой нервной клетке, в общем, в ваших нервах. И изредка там проявляется. И это говорит вам о том, что у вас слабый иммунитет. И это как ориентир, как маячок вам. Просто нужно заниматься иммунитетом, повышать. И вы всегда знаете, что он у вас снизился. А это очень круто, так как вы не допускаете его полного снижения. А если, например, у человека нет герпеса, то он уже понимает, что у него иммунитет сел, когда он заболел. Когда у него уже, например, грипп, да, или там простуда какая-то с температурой. Я, к слову, за последние 5 лет где-то заболел 1 раз всего лишь температурой. А за последние 7 лет 2 раза. Потому что постоянно слежу за своим иммунитетом, слежу, чтобы он не опускался и знаю, как его поднимать. Об этом есть видео у меня на канале. Вот. Если все-таки такая штука произошла, то вы должны понимать, что он сидит в нервных клетках. И вирус герпеса, не бойтесь, чтобы ваши родные там не боялись. Просто не контактируйте, не трогайте этот глаз, ничего там, чтобы вы не передали кому-то другому его. Теперь смотрите, ребятки. Если, допустим, у вас вирус герпеса на губе, это, наверное, самое менее опасное место. Просто вы не можете какое-то время, не знаю, целоваться со своей женой, со своей подругой. То есть этого делать точно не нужно. Если у вас появился герпес, все, останавливайтесь. Никакого контактирования одной слизистой с другой слизистой. Чтобы вам сейчас вашу голову не сбрело, да, все это не нужно делать. То есть слизистая у вас заражена вирусом герпеса в этот момент. Он вылез, да, он проявился наружу. Не контактируйте с другой слизистой никаким образом, вообще никак. Понимаете, да, о чем я говорю? К слову, сразу отвечу на вопрос. Да, его можно передать, занимаясь, допустим, сексом с кем-либо. Вы можете его передать и даже заразить первым герпесом вируса один, первым типом. Заразить человека, и у него, например, этот вирус проявится и на половых органах. Поэтому все это убирайте полностью, неделю в вашей любовной жизни будут пробельчики. Вот. Но это очень нужно сделать. Теперь смотрите, осложнение герпеса. Если, допустим, вирус герпеса на губе можете лечить дома, то лечить вирус на глазу только с врачом. Потому что есть еще такие вещи, как кератит. Он может быть эпителиальный, а может быть стромальный кератит. Что это такое? Эпителиальный кератит, он не так сильно опасен, как стромальный. Эпителиальный он проходит в основном где-то за тоже одну-две недели. То есть это тоже разновидность герпеса. Это по сути и есть герпес у вас на глазу. Он проявляется, исчезает. Но стромальный кератит, это означает, что поражена уже строма. Строма находится у вас в глазу. И если вирус проник уже на роговицу или же на сетчатку глаза, то это может вызвать, вот это вот то, что я вам и говорю, это может вызвать настоящую слепоту. К слову, чтобы вы понимали, в Соединенных Штатах Америки это в 70% случаев вообще слепоты инфекционной. Как раз виноват вирус герпеса. Это не шутки. И если вирус попал каким-то образом у вас на саму роговицу, то там, когда он начинает проявляться вот эти все волдыри, вот эти пузырьки на глазу, да, ну блин, страшнющие вам вещи рассказывают, да. Но потом он так же самое, как я показывал в этом видео, он затвердеет. И так же самое это будет повреждение ткани. В любом случае это приводит к повреждению ткани. Если, допустим, это кожа века, то она просто себе отпала, эта корочка, и все. Она не вызвала у вас серьезных проблем каких-то. Просто как маленькая ранка. Но на роговице глаза, на сетчатке, это может вызвать необратимые изменения. Это помутнение христаллика, это потеря зрения стопроцентная будет у вас. То есть если вирус туда каким-то образом попал, скорее всего это глаз будет у вас в видах, когда он полностью закрытый, и там происходит болячка, да, вот эта. То есть глаз закрытый, вы ничего не видите, и лечить это нужно очень срочно. Повторяюсь, 70% случаев в Соединенных Штатах Америки слепоты вызвана именно этой инфекцией. Ну, это вирус, да, более правильно говорить. Это не инфекция, это вирус. Поэтому не лечить его самостоятельно. Вирус можно вылечить, если вовремя пойти к врачу и заниматься этим. И не вылечить, а убрать его, да. То есть проявления внешнего его не будет. В среднем где-то в течение первых 10 лет после этого, как он справился на глазу, он может к вам еще раз вернуться. Есть определенная статистика возврата этой инфекции. Я вам покажу в этом видео, постараюсь там видео текста, да, наложу. Но в течение года, двух, трех и пяти лет может еще вернуться к вам эта инфекция. Даже через 10 лет может вернуться. То есть это такой определенный рецидив. Потому что оно сидит в нервах и никуда не уходит. На сегодняшний день излечить, скажем так, вакцина против герпеса существует только одна единственная. Она направлена на профилактику ветряной оспы, ветрянка. То, которая ветрянка, вы болеете в основном в детстве. Вот если у вас хоть раз в жизни была ветрянка в детстве, значит, у вас есть герпес 100% в организме. Есть анализы, которые можно сдать и подтвердить, что у вас есть герпес в организме. Это не опасная штука, не бойтесь этого. Вот серьезно, очень. У каждого, я не знаю, это не второго даже, это почти у всех он есть, этот вирус. Это нормально, это не опасно, с этим можно жить. К слову, вирус герпеса даже люди сейчас начали использовать, уже ученые против излечения рака. То есть они вызывают мутацию этого вируса и излечивают таким образом рак. Это уже подтвержденный случай. С помощью герпеса вылечивают рак у некоторых людей. Вот. Теперь смотрите. Вот если вирус проникает в роговицу или сетчатку, это требует 100% лечения и очень быстрого лечения. Не нужно засиживаться дома. Есть высокая вероятность, что вам все-таки вылечиться все будет нормально. Теперь хочу рассказать еще в двух словах, и будем закругляться в этом видео, про так называемое состояние, как герпетический энцефалит. Это хренотяха, о которой я вообще о ней не знал, когда я готовил этот материал для этого видоса. Ну нет, просто самому это очень интересная тема. Понятно, потому что у меня, блин, на глазу он появился. Я не хочу, чтобы он еще раз появился. Есть такая штука, как энцефалит. Это когда герпес проникает вам в мозг. Ух, жастики. Блин, ну реально, вообще не прикольно. Я бы не хотел такой фигни. Смотрите, есть два способа, как он может попасть в мозг. Где-то в 70-80% случаев, в 70-80% случаев это приводит к смерти. То есть это смертельная штука. Это вызывает отек мозга, и человеку идут нарушения прямо в его поведение, в его изменения даже личности. И серьезные психические расстройства. И нужно срочно ехать к врачу. Срочно, моментально ехать в больницу, как только можно быстрее. Происходит высокое повышение температуры. Если вот у вас был, допустим, герпес, а потом у вас такое случилось, то, скорее всего, это герпес проник в мозг. Чтобы вы знали, что это вообще возможно. Высокое повышение температуры и срочно идти в больницу, занимайтесь этим. Это, ребята, очень серьезное состояние. Даже если лечить его медикаментами в больнице, только в 30% случаев все равно может возникнуть смерть. То есть это очень опасное состояние. Очень опасное. Два пути попадания в мозг. Первый. При рождении новорожденный уже инфицируется этим герпесом, и он пропадает в мозг новорожденному. То есть там вероятность выжить вообще очень минимальная. Второй путь – это то, что ученые предполагают. Это не 100% вообще варианты, но наиболее вероятные. Что если он у вас на слизистой носе, и такое бывает. У меня ни разу, например, такого не было. Но если на слизистой носе у вас герпес, точно лечите. И опять же, как и с глазом, занимайтесь этим. И внутрь лечите вирус, антивирусные препараты, и снаружи применяйте мази, да, все возможное. Чтобы не проникнуть, чтобы эта инфекция не проникла дальше. По вашим же собственным нервам. То есть оно по нервам перемещается, этот вирус перемещается. Вот можно даже чувствовать, как это происходит. Он по нервам, как будто зуд. Вот этот зуд, это есть, это вирус перемещается. Он двигается реально по нервам. Он может проникнуть через височную область, проникнуть в мозг. И там мозг, вы знаете, какое скопление это нервных клеток, там мозг, да? И там происходит заражение вирусом этого. И может привести к таким вот последствиям, очень довольно серьезным, да? вот чтобы такой фигни не было это нужно знать ребята это нужно знать теперь смотрите еще по поводу герпеса пару слов если вот у вас он возник на глазу как у меня то что нужно делать потом когда он у меня сейчас полностью прошел это буквально вот неделю назад у меня все прошло сейчас я занимаюсь еще дальше профилактика когда я уже полностью на глазу его уже нету я все равно пью антивирусные препараты внутрь уже уже я использую сейчас цикловир это более слабый препарат то есть я вообще таблетки никаким не ем я на фарму вообще не использую никогда в жизни я не люблю фарму никакую я даже гриб лечу без таблеток тренируйся тоже натурально но когда вот такая фигня происходит обязательно нужно использовать фармакологию потому что одними травками здесь никак вы не обойдетесь как допустим да я люблю травами лечиться так же далее здесь это так не работает нужно антивирусные препараты я использую ацикловир и где-то еще неделю после того как у меня уже прошел на глазу все вот у меня видите на глазу мне уже ничего нет все прошло все нормально с моим глазом видите с глазом все окей но еще неделю я использую этот препарат чтобы не было рецидива то о чем я вам сказал в этом потому что он может вернуться рецидивом и может по нервам с ткани эпителия там где он у меня был вирус на глазу ткани проникнуть внутрь по нервам и попасть в глаз да ребята эту информацию нужно знать это только врачи это знает реально обычные люди этого просто не знают ну или такие как я как заморочился и вам от видосе рассказал по нервам проникают вам туда опять же сетчатку его затем вызывают конъюнктивит и всевозможные осложнения с глазами которые могут привести к слепоте поэтому профилактика еще неделю после этого если вдруг опять он возвращается или начинается каким-то образом то опять нужно лечить так же самое и сразу бежать опять прочую также следить за своим иммунитетом да то есть основные вещи которые я хочу чтобы вынесли с этого видео первых следите за своим иммунитетом если только первые проявления происходят то тут же занимайтесь лечением как в основном он проявляется вот я родился бердянске на берегу моря да и вот у меня он проявлялся когда я сгорал нас на солнце то есть ну вот по крайней мере местные знают ребята что не нужно на солнце находиться очень долго даже не египетское море что говорю не турецкое море и солнце которое турции в египте там солнце еще более мощные а вот допустим бердянске да это азовское море под солнцем если вы хоть раз сгорели то ваш иммунитет очень сильно пострадал вообще сгорать не нужно никогда в жизни никогда не доводите свою кожу до сгорания никогда не находимся на солнце слишком много для каждого типа кожи если определенное ограничение нахождения на солнце нужно вам обширно сказать ребята потому что тема такая сложная эта медицинская сложная тема не находите солнце долго потому что это садит иммунитет наши еще там бабушки говорили, когда я жил в Бердянске, так я уже 10 лет не живу в Бердянске. Бабушке говорили, если вы сгорели хоть раз летом, то иммунитета не будет год. Ну не все так плохо, но это недалеко от правды. И вот даже наши бабушки знали об этом, понимаете. А мы современные люди почему-то думаем, что загорать полезно. Ребята, загорать не полезно. В солярии находиться не полезно. Это стопроцентный вред. Это вообще может вызвать рак и серьезное осложнение с кожей. Ваша кожа будет стареть, она будет терять молодость. Чем больше загораете, тем больше вы будете стареть. И есть определенный уровень полезного загара, но это буквально идет речь о 20-30 минутах на солнце. Для каждого типа кожи есть ограничения. Так вот, не загорайте на солнце, потому что это может провоцировать герпес у вас где угодно вообще. Следите за иммунитетом, постоянно занимайте своим организмом, постоянно укрепляйте иммунитет. Посмотрите мое видео про иммунитет вы на этом канале и вы будете здоровы, ребята. Все, на этом все, ребята, пока.